Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас третий урок и unit 3. Present Continuous Tense. Настоящее длительное время или настоящее продолженное время. Ну, у нас для чего вообще это время используется? Для действия, которое длится, оно незаконченное, в какой-то определенный момент в настоящем. То есть, в основном именно сейчас, в данный момент. Ну, вот, например, девушка кушает что-то. I'm eating. Я ем. Она говорит. She's eating. Она ест. She isn't reading. Она не читает. То есть, в данный момент на картинке. It's raining. Дождь льет. То есть, сейчас парень под дождем. The sun isn't shining. Солнце не светит. В данный момент. Ребята бегут. We are running. Мы бежим. They are running. Они бегут. They aren't walking. Они идут пешком. То есть, действия, которые происходят в какой-то определенный момент в настоящем. В основном мы используем это время для того, чтобы выразить действия, которые сейчас происходят. Мы сейчас что-то делаем, мы используем continuous. I'm teaching you now. Я обучаю вас сейчас. Ну, вот у нас как формируется, да, то есть, это время. Оно формируется при помощи глагола to be, да, три его формы в настоящем времени. Это am, is и are. Плюс глагол с сингловым окончанием. То есть, doing, eating, running, writing и так далее. Глагол to be на русский язык в этой конструкции не переводится. Да, он является глаголом-помощником, глаголом-связкой, связующим, да, глаголом. А глагол с сингловым окончанием как раз и будет на русский язык переводиться, он является смысловым глаголом. То есть, когда мы говорим I'm working, я работаю, мы переводим только working, да. То есть, am у нас глагол to be не переводится, он просто как связка. I'm not watching TV. Я не смотрю телевизор. Maria is reading a newspaper. Мария читает газету. Мы переводим только reading, да, is не переводится, он просто как для связки слов. She isn't eating. Она не ест, да, или можно сказать she's not eating, да, she's not eating. То есть, другой вариант сокращения. The bus is coming. Автобус подъезжает. We are having dinner. Мы ужинаем. You are not listening to me. Ты не слушаешь меня? Ну, или можно вот другой вариант в скобках you aren't listening. То есть, и тот, и тот, да, тут просто по-разному глаголу to be сокращается, поэтому... The children are doing their homework. Дети делают их домашнюю работу. То есть, в данный момент, да. Ну вот у нас дальше здесь... Что-то происходит сейчас, в данный момент. Вот у нас past, прошедшее время. Now, сейчас. И future, будущее. Что-то происходит сейчас, вот, в момент речи. Ну, можно не только в момент речи, можно и, вот, this hour, this week, на этой неделе, this hour, в этом часу, this month, в этом месяце, да, например. I'm working, да, я работаю. She's wearing a hat. Она одета в шляпу, носит шляпу. They are playing football. Они играют в футбол. То есть, в данный момент, сейчас в основном. Ну, также это время можно использовать и для будущего. Потом мы это будем проходить с вами. Сейчас самое основное использование этого времени, это когда мы делаем что-то сейчас, в данный момент. Примеры. Please be quiet, I'm working. Пожалуйста, будь тихим, будь спокойным. Я работаю. То есть, имеется в виду, I'm working now. Я работаю сейчас. Look, there is Sarah. Посмотри, там Sarah. She is wearing a brown coat. Она одета в коричневое пальто. То есть, имеется в виду, she is wearing it now. Она одета в него сейчас. The weather is nice. It's not raining. Погода приятная. Дождь не льет. Where are the children? Где находятся дети? They are playing in the park. Они играют в парке. То есть, именно в данный момент они играют в парке. On the phone, по телефону. We are having dinner now. Can I call you later? То есть, мы ужинаем сейчас. Могу я позвонить вам позже? You can turn off the television. I'm not watching it. То есть, вы можете выключить... Ты можешь выключить телевизор. Я не смотрю его. Да? Ну и тут есть у нас кое-какая заметка, что если глагол заканчивается на букву И, то буква И этим инговым окончанием съедается. Come. Например, coming. Write. Come. Приходите. Coming. Write. Писать. Writing. Пишет. Да? Тоже буква И съедается инговым окончанием. Dance. Dancing. Танцует. Если у нас буква Н, вот например, как в слове run, да, то она удваивается. Running. Буква Т, вот как в слове sit, да, сидеть, тоже удваивается. Sitting. Буква М, как в слове swim, тоже у нас удваивается. Swimming. Это просто такие правила, нужно их запомнить. Пока хватит. Lie лежать у нас, вот буква I и E, она как раз здесь заменяется, эти две буквы заменяются на букву Y. И мы говорим в Continuous, мы говорим lying, лежит. Да, в общем, еще раз, глагол To Be, Present Continuous Tense, настоящее длительное время, образуется при помощи глагола To Be, то есть три его формы в настоящем времени, M, E, S, E, R, и глагол с с инговым окончанием. И означает, что что-то происходит сейчас, в данный момент, да, something is happening now, что-то происходит в данный момент, сегодня, сейчас, в этот отрезок времени, да, в настоящем, в момент речи. То есть вот, I'm teaching you now, я учу вас сейчас. Так, дальше у вас упражнения, exercises, и нужно будет в первом упражнении сделать, вот на картинках у вас здесь люди что-то делают, да, what are these people doing, что эти люди делают. Use these verbs to complete the sentences, то есть используйте эти глаголы, чтобы завершить предложение. Ну вот у нас eat, есть, have, иметь, lie, лежать, play, играть, sit, сидеть и wait, ждать. Ну вот девушка ест яблоко, she is eating an apple, она ест яблоко. Ну и вот парень ждет, надо будет сказать, что он ждет автобус. Так, если у нас, кстати, я забыл сказать по поводу картинок, если у нас идет речь о картинках, о слайдах каких-нибудь, когда мы описываем какой-то слайд, презентация, например, у вас, или картинку, вот мы сейчас описываем, то мы всегда используем present continuous. То есть это сейчас, один раз мне ученик задал вот такой интересный вопрос, а вот на картинке парень там что-то делает, он что, сегодня делает, а завтра не будет делать? Вроде как нужно present simple, нет, это present continuous, такое правило, что нужно использовать, когда мы описываем картинку или слайд, всегда present continuous. То есть на картинке в данный момент сейчас что-то происходит. Это настоящее длительное время, оно незаконченное, да, то есть оно длится именно сейчас, в момент речи. Дальше у нас complete the sentences, в втором предложении, завершите предложение, use these verbs, используйте эти глаголы. Build, строить, cook, готовить, go, идти, have, иметь, stand, стоять, stay, останавливаться, остановиться, например, в отеле, swim, плавать и work, работать. Ну, work уже использовали, да, первый пример для вас есть уже, please be quiet, I'm working, пожалуйста, будь спокойным, тихим, я работаю. Дальше вы тут сами справитесь, в третьем упражнении, look at the pictures, at the picture, на одну, да, картину, посмотрите на картину, write questions about Jane, напишите предложение о Jane. Ну, вот, либо она что-то делает сейчас, либо она что-то не делает, в данный момент, да, ну, вот, посмотрим, dinner, ужинает она, тут, нет, не ужинает, Jane isn't having dinner, то есть Jane не ужинает. Она смотрит телевизор? Да, смотрит, she's watching TV, она смотрит телевизор. Ну, и дальше смотрите, что она делает, не делает, либо отрицание, либо утверждение будет у вас. И в четвертом упражнении, what's happening now, что происходит сейчас, write true sentences, напишите правдивое предложение, то есть, либо что-то происходит, либо нет у вас. То есть, вы моете свои волосы, например, ну, вы, скорее всего, английским занимаетесь, вряд ли вы это сможете делать одновременно, поэтому, I'm not washing my hair, я не мою мои волосы. То есть, снег идет, если вы в окно смотрите, там идет, значит, пишите, it's snowing, если нет, it isn't snowing, и так далее, то есть, напишите правдивое предложение. Ну, на этом все, урок закончен, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, надеюсь, вам видео понравилось, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...